Как воспитывать в братьях доброту, взаимопомощь и дружелюбие? Первый вопрос. Как реагировать на ревность старшего ребенка к младшему? Понимаете, проблема ведь не в том, что дети не хотят любить друг друга, а проблема в том, что всегда к детям разная сила любви. Вот, допустим, один ребенок больше энергии любит. Каждый ребенок связан с разной кармой. Вот, допустим, один ребенок больше хорошей кармы в семью дает, и это вызывает к нему большую отдачу. Мы его больше любим. Другой ребенок меньше хорошей кармы в семью несет, от него больше трудностей, испытаний и, соответственно, меньше отдачи. Этот ребенок, который не чувствует любовь к себе, а чувствует сильную любовь к своему брату, что дальше будет? Дальше будет ревность. Что делать? Не надо думать, что вы должны между ними отношения строить. Надо просто тому ребенку, который ревнует, отдавать больше любви, чем тому, которому она, естественно, отдается больше. Приведу другой пример. Если, допустим, девушка выходит замуж за какого-то парня, она должна знать, что теперь ее задача – огромные усилия совершать, гораздо больше отдавать любви ее родителям, его родителям, чем своим. Своим родителям и так, естественно, идет любовь, все хорошо. Но надо отдавать огромные усилия, совершать, чтобы отдать любовь родителям своего мужа, чтобы растопить их сердца. И когда это произойдет, тогда наступит гармония. И не будет ревности, искрыми в семье, со старшими. Старшие не будут давать искру в вашу семью. Все. Вот такие правила. Точно так же, один ребенок больше любим, другой меньше. Тот, который любит больше, на него не обращаем внимания, он так любил, все силы, вся любовь на того, кто любит меньше. Все. Ревность заканчивается между ними. Внешним проявлением, внутренним, и молитвой, и сердцем, и все прочее. Кладываем туда больше сил, где тяжелее карма. Где карма легче, меньше сил. Хочется же балдеть в жизни, потом больше наслаждения к тому ребенку, который больше дает, а тот остальное, тот ревнует. Дерется, мучает всех. Нет, мы и живем служением, а не наслаждением. Мы даем больше энергии тому ребенку, который менее любим. И так воспитание в братьях доброту означает правильное отношение к братьям, прежде всего. Что касается реакции самой, то эта реакция всегда означает боль. Не нужно реагировать никак плохо. Не нужно, вот допустим, старший реагирует на ревнует младшего. Я ревновал свою дочку, свою сестру. Когда я был один, ну как бы 7 лет, меня родители воспитывали, через 7 лет у меня родилась сестра. Как только она родилась, я ее полюбил, начал на коляске ее катать, все было классно. И потом я заметил, что на меня не обращают внимания. Возникла ревность. Вот честно говорю, я чувствовал ревность. Это естественная вещь, это возникает просто как результат чувств, так и работают чувства. Как реагирует на ревность старшего ребенка к младшему? По-доброму. Ему все объясняют по-доброму. Не надо войну устраивать, еще хуже будет. Он вообще себя будет покинутым чувствовать. По-доброму. И причину знает неправильное соотношение любви в семье. Неправильное соотношение любви. Всегда младший ребенок любим больше, так потому что от него счастья больше исходит. Надо отделить энергию любви поровну между всеми детьми. Маленькие дети или большие. Больших больше вкладывают любви, маленьких чуть-чуть поменьше. Чтобы они не чувствовали себя центром внимания, не расти эгоистами. Понятная система? В древней ведической культуре всегда старшие дети, они были центром внимания в семье. Младшие дети, их учили смирение и послушание. Сейчас у нас младшие дети являются центром внимания. Про старших детей забываем. В результате младшие чувствуют себя центром внимания и старшие дети становятся кинутыми. Моя проблема заключается в том, что даже младшие дети не являются самым большим центром внимания. Самым большим центром внимания является собачка. В правильной культуре более старшие дети являются более серьезным центром внимания. Они воспитывают младших. А собачка является защитником семьи. Она не является центром внимания. Если мы вкладываем энергию людей в собачку, мы становимся собачкой в следующей жизни. А если мы даем возможность ей, человеку, служить, тогда она становится человеком. Выбирайте. Чего вам больше нравится.